Во все времена семейные отношения являлись символом самого лучшего – веры, надежды и любви. Эти чувства вдохновляют людей, помогают в достижении цели и становятся смыслом жизни. Для семейных пар, сумевших на протяжении многих лет сохранять преданность и уважение друг к другу, сотрудниками ЗАГСа было подготовлено торжественное чествование. Уважаемые юбиляры, сердечно поздравляю вас с замечательным событием в вашей жизни – юбилеем семьи. Вашему прекрасному семейному союзу исполнилось 50 и 60 лет. Любовь и взаимное уважение, терпение и преданность друг к другу помогли вам достойно идти по жизненному пути. Традиционный вальс поколений исполнили герои мероприятия, вспомнив прошедшие годы – светлые моменты семейной жизни. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Поздравить серебряных и золотых юбиляров в этот день пришли их друзья, близкие и родные. Самые искренние пожелания и благодарности прозвучали из уст детей и внуков юбиляров. Дорогие мамочки и папочки, я вас очень-очень люблю. Я знаю, что если бы были здесь дети ваши, то точно так же они признались вам всем любими. Мы сегодня познавимся вам любими. Спасибо вам большое, что вы у нас есть. Золотые наши родители. Поздравляем. Да, поздравляем. Самый золотой богатый. Спасибо. Спасибо вам, да, за все, скажем, за все, что вы нам делаете. Самое главное – вам здоровья и подольше оставаться с нами, молодыми, красивыми, энергичными. Мы вас учим. Укрепление семейных устоев, сохранение верности в отношениях и взаимной любви невозможно без совместных усилий. Это нелегкий труд. Медалями за любовь и верность были награждены пять семейных пар, проживших в браке 50 лет, и семья бриллиантовых юбиляров, проживших вместе 60 лет. Очень-очень нам всем приятно. Мы даже не ожидали, что это будет такой вот светлый момент в нашей жизни. Мы очень рады, всех благодарим, всем считаем здоровье, всем хотим, чтобы в семье все было очень хорошо. Как пронести взаимное уважение и чувства через всю жизнь? И в чем секрет сохранения семейных отношений? Исчерпывающий ответ на этот вопрос могут дать, конечно же, бриллиантовые юбиляры. Семья, прожившая в браке больше полувека. В дружбе и в любви. Терпение большое. Терпение – это вообще надо железное. Потому что тяжело женщине, конечно. Надежда Николая Логиновой прожили в браке 60 лет. Молодому поколению они пожелали прежде всего терпения, любви и преданности друг к другу. Нужно терпеть и мудрость иметь. Такое, чтобы сказала, ну ладно, перетерпи там, где-нибудь слезу пусти и опять живи. Но нельзя же детей-то все-таки оставлять одиноких. Сотрудники ЗАГСа с удовольствием приглашают и чествуют юбиляров несколько раз в год. И каждый раз мероприятие проходит в теплой и душевной обстановке. Они вспоминали свои года, когда они только познакомились. Очень интересные истории они нам рассказали. Все было прекрасно. И вот что хочу сказать. У них знакомство делилось у кого-то два дня, у кого-то два месяца. Самый большой это было там шесть месяцев. Они увидели друг друга, встретились, повстречались, понравились друг другу и поженились. И вот рука об руку они живут 50 и 60 лет вместе. И, конечно же, у наших юбиляров сегодня на глазах были слезы радости.